МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По дороге Сургут-Нижневартовск, по предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Рено выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Тойотой под управлением 67-летнего водителя. В результате ДТП пассажирка Тойоты получила травмы, а водитель Рено от полученных травм скончался в больнице. За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 9 получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Сотрудники госавтоинспекции задержали 18 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлекли 22 водителя и 29 за нарушение правил перевозки детей. Врачи-аритмологи Югры готовы побить рекорд. Специалисты кружного кардиоцентра имплантировали пациентам уже 396 стимуляторов сердечной деятельности. К концу года планируют выйти на юбилейную цифру 400 аппаратов. Первый постоянный кардиостимулятор врачи установили в ноябре 1997 года. В начале такие операции были единичными. Объем вмешательств увеличился из года в год. В сентябре 2017 в кардиоцентре организовали профильное подразделение. Ежегодно команда аритмологов выполняет более 900 операций, включая имплантацию постоянных кардиостимуляторов. Эти устройства поддерживают правильный ритм сердца. Благодаря таким аппаратам миллионы человек в мире могут жить качественно и полноценно, учиться, работать и заниматься спортом. В Югре провели консультационное мероприятие для женщин из семей военнослужащих. Инициаторами проекта выступили сторонницы женского движения «Единой России». Суть проекта – помочь женщинам, чьи близкие люди сейчас находятся в зоне боевых действий. На встрече присутствовали не только жительницы окружной столицы. На связи были женщины из Мегиона, Покачей, Нягани, Гоголыма, Березовского и Хантамансийского районов. Это крупный социальный проект. В его организации принимают участие члены региональных женских клубов, юристы, психологи и другие профильные специалисты. Такие встречи проводятся в каждом регионе России. Помимо личных приемов и консультаций с профильными специалистами, уже запланированы и неформальные мероприятия. Чаепитие, тренинги с психологами и творческие мастер-классы. В Югре консультационное собрание проводится впервые. Однако организаторы намерены сделать эти встречи традиционными. Со следующего года женский день в округе будет проходить каждый месяц. Все проекты, которые реализуют женское движение, направлены на помощь и поддержку. Потому что работа идет в ежедневном режиме, созданы группы. И в каждом муниципальном образовании оказывается адресная помощь той семье, которая в этом нуждается. Консультативная, финансовая, иная, другая помощь оказывается постоянно. В Нефтьюганске открыли первый кабинет гириатрии. Новое медицинское направление нацелено на повышение качества жизни, улучшение физического и психологического состояния, а также продление жизни пожилых людей с учетом специфики их возраста. Для того, чтобы попасть на прием к специалисту, пациент должен пройти тест у врача-терапевта. На основании результатов лечащий врач направит к гириатру. Пациенты гириатрического кабинета в больнице будут проходить комплексные осмотры. Они включают в себя не только общую проверку физического здоровья, но и оценку психического и психологического состояния. При этом врач-гириатр не назначает курс терапии, а только корректирует его. Основную программу лечения формирует терапевт. Чтобы выявить риски развития старческой астении, риски переломов и все остальное, то есть, чтобы сделать жизнь пожилых людей более комфортной в будущем. То есть, их реабилитацию дальнейшей жизни, потому что с возрастом накапливаются болезни, усталости, все остальное, когнитивные нарушения. Снижение памяти. Можем, как на основании этого синдромов, допустим, порекомендовать решать сканворды, допустим, читать книги и все остальное. То есть, направить пациента в нужную арусу. Юграф Сухую обыграла команду Челны. Этот матч состоялся накануне в набережных Челнах. Подопечные Вадима Япончинцева уже на седьмой минуты открыли счет после точного броска Владислава Шутова. Далее изменить цифры на табло удалось только во втором периоде. Никита Ли здорово сыграл на добивании и сделал счет 2-0. Под занавес этого игрового отрезка Юграф вновь отличилась. Артем Железков реализовал большинство для своей команды и установил окончательный счет 3-0. Отмечу, что для юного вратаря Югры Егора Заврагина это стала третья игра на ноль в этом сезоне. Благодаря этой победе наша команда поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч команда сыграет в Ижевске с Ижсталью. Стало известно, где живут самые начитанные югорчане. Накануне в Хантамантийске наградили победителей конкурса «Самый читающий муниципалитет Югры». Больше всего баллов набрали Нягонь и Кандинский район. Всего в конкурсе участвовало 22 муниципалитета. Баллы участникам начислялись за деятельность библиотек, творческих объединений писателей, книжную торговлю, книгоиздания и участие в развитии и поддержке чтений в автономном округе. Лучшим библиотекарем Югры стала представительница «Нефтьюганская» Елена Гвоздовская. Диплом первой степени в номинации «Самый читающий городской округ» вручили «Нефтьюганская городской библиотеке». У нас ежегодно проводится более тысячи мероприятий в год, и все они направлены на продвижение чтения, на привлечение читателей в стены библиотеки и приобщение к книге. В этом году у нас было разработано очень много мероприятий именно нового формата с креативным подходом. Это были фестивали. Мы в том числе вышли за стены нашего учреждения, выходили в торговые центры, занимали все четыре этажа и единовременно приобщали к чтению с помощью мастер-классов, разных интерактивов и театральных постановок. IT-отдел участвует в конкурсе впервые за семь лет и сразу два диплома. Роман Северин упростил систему получения данных. Теперь инженеры наглядно раньше самих работников замечают, в каком отделе какая техника выходит из строя. Мой проект полезен тем, что мы смотрим сейчас не сухие таблицы, цифры, в которых сложно порой ориентироваться быстро, а смотрим на графики, визуализированные данные гораздо проще и быстрее понять, чем простые сухие таблицы. Поэтому можно сразу быстро сориентироваться, что если что-то происходит не так, что-то выходит за рамки, и можно быстро принять решение. А Юрий Егошин полностью модернизировал систему интерактивных карт Сургутского района. По сути, это лицо муниципалитета. Такие карты представлены в Москве, Тюмени и Сургуте. Оборудование полностью переработано, сделано так, чтобы не было возможности поменять информацию, полностью настроено по-другому, чтобы не было у людей, которые пользуются картой доступа непосредственно к оборудованию с экрана с сенсорной панели. В этом году на участие в конкурсе заявились 11 человек. Шесть из них стали победителями. Первая цель – это поощрение и стимулирование муниципальных служащих Сургутского района к творческому подходу к исполнению своих должностных обязанностей. Для того, чтобы муниципальные служащие вкладывали больше своих сил, энергии для решения каких-то задач, которые ставит перед ними глава района. Заслуги победителя отметил и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Об администрации Сургутского района хорошее мнение, поэтому большое спасибо всех наступающим Новым годом, всех благ. Отмечу, что все победители Сургутского района будут рекомендованы для участия в окружном и федеральном конкурсах. Екатерина Нефёдова, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Более пяти миллионов рублей перевела на безопасный счёт жительница Нефтьюганска. Ей позвонил якобы сотрудник оператора сотовой связи и сообщил о необходимости продления договора на оказание услуг. Чтобы ещё больше запутать Югорчанку, ей позвонили лжесотрудник портала Госуслуг и сотрудник службы безопасности банка. Каждый из них убеждал женщину, что третьи лица оформили кредиты на её имя, и теперь ей необходимо перевести деньги на безопасный счёт, чтобы кредиты аннулировались. Югорчанка перевела на неизвестный счёт почти два миллиона личных накоплений, затем в двух банках оформила кредиты ещё на три миллиона. Их она также перевела на неизвестные счета через банкомат, сделав 15 транзакций. И только потом поняла, что её обманули дистанционные мошенники. Материальный ущерб составил 5 миллионов 420 тысяч рублей. Напомню, с начала года жители округа отдали мошенникам больше миллиарда рублей. В преддверии Нового года в окружной столице стартовала акция «Рюкзак добра». Она придумана специально для тех, у кого нет возможности встретить приближающийся праздник за накрытым семейным столом. Инициатива принадлежит кураторам кризисного центра «Фавор». Сейчас активно идёт сбор не только продуктов первой необходимости, но и гигиенических принадлежностей, тёплых носков и варежек. Все эти вещи получат люди, которым не нашлось места под крышей кризисного центра, но они не остались без помощи. До 7 января всежелающие могут принести рюкзаки с тушенкой, лапшой, быстрого приготовления крупами и другими продуктами по адресу Пролетарская, 25. Посылки станут подарками для тех, кто в Новый год остался без дома. В Агирише появился современный автомобиль скорой помощи. Новинка отличается от другого транспорта медучреждения расширенными техническими возможностями, а именно повышенной проходимостью. Кроме того, машина оснащена полным комплектом оборудования для экстренной помощи, в том числе аппаратом для искусственной вентиляции лёгких. Как отмечают медики, наличие надёжного транспорта для них означает спасённые жизни, так как посёлок Агирише находится далеко от районного центра. В Югре в 2024 году проведут 745 физкультурных и спортивных мероприятий. Такое решение принято на расширенном заседании коллегии Дипспорта с участием представителей Федерации, муниципальных комитетов и управлений по спорту, общественников и спортсменов. Так, в округе запланировано более 600 региональных, 30 межрегиональных, более 90 всероссийских и 6 международных спортивных событий. Кроме того, в новом году Югра вновь примет зимние игры паралимпийцев «Мы вместе спорт», участники которых будут состязаться в лыжных гонках, биатлоне и слэш-хоккее. Жители и гостей Ханты-Мансийска в новогодние каникулы ждёт новая локация. Арт-резиденция откроет свои двери в микрорайоне «Иртыш-2». Посетители ждут интерактивы, квесты, квизы, увлекательные мастер-классы и праздничные фотозоны. 6 января на площадке организуют спа-фестиваль «Славянские традиции». Гости смогут наесться пельмени, попариться, получить расслабляющий массаж. Здесь же пройдёт чемпионат по банному мастерству. Всех посетителей ждёт разнообразная программа, в том числе одна из самых полюбившихся публики активностей – углехождение.